Ну что, друзья, первый кастинг Вот такая девушка красивая здесь висит Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что, друзья, первый кастинг пришел успешно Я им понравилась на сто процентов Он даже меня обнял, когда я уходила И было видно, что он так очень заинтересован моей персоной Конечно же, я этому рада Мне это очень льстит Но вы просто должны понимать, что я захожу У меня уверенность, она из меня просто исходит То есть я знаю на сто процентов Что я хочу, как я хочу И зачастую, особенно если мне дается возможность Разговаривать с новичками в этом бизнесе Я, конечно же, могу в секунду взять разговор в свой контроль И это, конечно же, большое преимущество Но это не всегда работает Потому что когда ты работаешь с новичками У которых тоже достаточно сильный характер Тогда лучше придержать коней Спуститься вниз И как бы дать человеку вести разговор Но когда ты понимаешь, что ты работаешь таким более или менее спокойным Уравновешенным, да, таким адекватным человеком Тогда, конечно же, можно взять ситуацию в свой контроль И полностью контролировать разговор Задавая вопросы и так далее И таким образом ты просто будешь нравиться человеку Потому что люди, у которых не очень сильный характер Им нравятся сильные люди А люди, у которых сильный характер Это как бы просто конфликтная ситуация По-разному бывает Но зачастую им не нравятся сильные люди И это может повлиять на исходное решение этого агентства Так что, ну что, друзья, едем на второй кастинг Я вот уже сижу в Убере У меня второй кастинг через 1 час 15 минут Там я буду уже минут через 20 Пусю где-нибудь рядышком Попью водички Понаслаждаюсь солнышком Вот И да, поехали Ну что, друзья Ну что, друзья, я сходила на мой второй кастинг Для Ford Models Все прошло отлично Она спросила меня, если я, типа, только на direct booking Что значит, что я, типа, готова взять только для работы Я сказала, что нет Что я могу, в принципе, приехать сюда и на месяц, и на два Там, даже с ребенком Остановиться здесь, поработать Походить по кастингам и так далее И я позвонила мужу Сейчас я ему сказала Он сказал, окей Что, конечно, уже прекрасно Он тоже не против Потому что в Валэе такая классная погода Посмотрите, я иду в курточке Мне даже немножко жарковато, если честно Была бы там в каком-то приятном светорочке Было бы классно В общем, иду сейчас в агентство номер три Которое называется Vision Оно здесь считается одним из таких самых лучших модельных агентств В Лос-Анджелесе И именно туда мой агент хочет, чтобы я попала Не знаю, если меня туда возьмут Потому что туда ходила Одна... О, боже, посмотрите на это чудо Кисочки бегают Лежат Киса-киса-киса Такая кисочка прикольная Так что я иду сейчас в это агентство Vision И буду с ними разговаривать Посмотрим, что они про меня скажут Надеюсь, что я им понравлюсь Потому что мой агент хочет, чтобы я именно туда попала Мне, честно говоря, все равно куда Но я уже прям вижу, как я живу в Лос-Анджелесе месяц С Мироном Наслаждаюсь погодой Но нужно будет разговаривать, конечно, с моей няней Спросить у нее, готова ли она на это Хотя ее, в принципе, ничего не держит Как бы, реально Почему бы не съездить на месяц Какое-то место посмотреть, блин Потусить Что, пойдемте? Все найдут вход Ну, ну, вот здесь Нет, это не вход Вот здесь Узапсидерс Это, в котором? Моделин агентство А, это здесь Это здесь Да, но ты можешь идти в этом Да, но ты можешь идти в этом Ого в этом Один-то способ Лучше 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 Так, ну Погнал Конечно, через через альбру В этом, через альбру Известра Известра через the parking lot are you sure? yes see the back stairs? right oh so i'm going up and down and then they entry is going to be here? yeah they will see you we can get access because i see people taking pictures here yeah, but maybe maybe i should... what is it upstairs? do you know? it's our office it's your office? if i saw the model was going upstairs there are some of the offices but... but not the modeling agency you can come up if you want Может эта дверь открыта? Ты попробовал сейчас, да? Да, это только один путь Интересно Хорошо Это немного разрушительно Они спросили, сколько у меня лет И я сказала, что у меня 28 Это много Но они ничего на это не ответили Они сказали, что я классом И они сказали, что самое главное Мне приятно было всего услышать, что у них нет такой девочки, как я Что для них я буду Индивидуально И очень интересно Что им нужна такая девочка, как я И они очень excited Они еще не написали моему агенту Так что думаю Спасибо Думаю, они меня возьмут Но посмотрим И возможно, друзья Приедем скоро в Л.А. и на работу Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Еще одно агентство Блин, очень сильно меня хочет И это такая, блин, сейчас тяжелая ситуация Потому что одно агентство с супер большим именем Next Это одно из ведущих мировых агентств мира Они очень большие, очень крупные У них вообще, наверное, одни из самых больших супермоделей И второе агентство, локальное Которое называется Vision Они тоже здесь очень, как бы, большие игроки На Л.А. market И я теперь даже не знаю, что мне делать Потому что я, когда пришла в Next Они там просто все прыгали от того, как они меня хотят Просто прыгали бесконечно Типа, пожалуйста, пожалуйста Давай, мы тебя так любим Ты мне так нравишься Короче Я уже, конечно, позвонила своему агенту Ну, моей Виктории Который мой материнский агент И все ей сказала, рассказала И она сказала, что, скорее всего, Next для меня лучше Хотя изначально она хотела, чтобы я пошла в Vision Но то, как на меня отреагировал Next Это, конечно, был вообще другой лавел Эмоции людей Они там все просто писались, блин Кипятком Типа, блин, ты такая классная Ты она так, знаешь Ты такая красивая Ты такая супер-купер Короче You know Побитая рожа с утра пораньше Доброе утро, друзья Бегу за кофе Потом собираюсь Иду еще на два кастинга у меня сегодня Помимо этого я встречаюсь с двумя подружками Надеюсь, что у меня хватит времени хоть на что-нибудь сегодня И потом еще мои друзья, у которых я остановилась Меня вечером пригласили с ними пойти на вечеринку Которая называется Уродливые свитера Это очень популярная в Америке вечеринка Ее делают прямо вот перед Крисмасом Вот со всеми этими Крисмас свитерами Так что сейчас я куплю быстренько кофе И пойду домой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, друзья Лос-Анджелес день два Я еду на митинг с модельным агентством Элит Это одно из крупнейших модельных агентств мира После этого у меня еще один митинг с агентством IMG Это еще одно крупнейшее модельное агентство мира Но я уже настолько уверена, что я пойду в Next, в котором я была вчера Что мне даже не хочется туда ехать Но я туда еду Полностью готовая, полностью собранная В своей самой лучшей форме Так что Почешить свое иго мне, конечно, тоже хочется И еще сегодня я встречаюсь с двумя своими подружками Одна девочка американка А вторая русская девочка Белорусская И мы с ней встречаемся Я думаю, что я вам ее покажу Я вас с ней познакомлю Очень классная, очень добрая, очень милая девочка Так что поехали, друзья Кастинг номер один Какое-то не супер примечательное место Вот там, пожалуйста, написано Elite Ну, выглядит скромненько Скромненько, я вам скажу, друзья Ну что, пойдемте Написано push the button Hi, I'm here for casting For casting Yeah, to see James What's your name again? My name is Julia, I'm here to see James Go Let's go Hi, how's it going? Can we throw that out here? And then do you want any coffee or water for you? No, I have everything No, I have everything, thank you very much No, I have everything, thank you very much No, I have everything, thank you very much Yeah Yeah That's gonna kill me Oh, that's the best part of Christmas cake Yeah She didn't pour it in here Thank you I don't need any paper I don't need any paper No, there was like five You've got a fourth one Are we all good? Yeah Go Ready? Get her out Ready? Get her out 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 Wooo! Wow Awww Oh my God Shoot! 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 Little baby one Ну что, привет, друзья. Сегодня я уже улетаю обратно в Чикаго. И сейчас я еду на интервью с одним достаточно большим русским блогером. По-моему, она, кстати, из России, да. Насколько я помню, она из России. Это девочка. Сейчас я к ней приеду, вы поймете, какая это такая. Вот. Насчет вчерашнего дня я не завершила вообще свой влог. Ни каким образом ничего не рассказала, что произошло вчера. Вчера у меня было два больших кастинга. Одно для агентства Элит. Мне это агентство не понравилось. Мне не понравились ни люди. Мне не понравилось ни само агентство. Мне не понравилось то, как они со мной разговаривали. Не знаю, если я им понравилась, но выглядело, как будто бы они не против со мной работать. Но они были слишком задиристы своим носом. Вот так вот носом вверх. И так со мной разговаривали, как будто бы... Ну, в общем, не по-человечески. Но многие агентства себя так ведут. Второй кастинг у меня был для самого большого агентства в мире. Которое называется IMG. И им я понравилась очень. Но я встретилась только со скаутом. Скаут это человек, который ищет модели по всему миру. И затем предлагает его в... То есть он работает только на IMG. Он не работает ни для каких-то других агентств. Он работает только для IMG. И если он находит какую-то хорошую модель, он выставляет ее в всемирную глобальную систему IMG. И все агентства во всех городах IMG говорят, нравится им эта девочка или нет. Они голосуют за нее. И решают, какие агентства ее отправить. И у нас сейчас большая дилемма. Потому что ответ от IMG должен прийти на следующей неделе. В четверг. И фишка в том, что если я им понравлюсь здесь, в Лос-Анджелесе, это, конечно, очень интересно. Потому что попасть в IMG это большая удача. Это не говорит о том, что я буду хорошо работать. Или это не говорит о том, что мне повезет. Это только лишь говорит о том, что это просто очень крутое агентство. Это просто как работать, не знаю, там в русском Газпроме. Но не факт, что у тебя там будет хорошая удачная карьера. В общем, я не знаю, что делать. Мы еще пока не решили. Потому что мы будем ждать сейчас от них ответа, который должен прийти на следующей неделе. И после этого у нас будет с ними разговор. В какие конкретно локации, в какие конкретно города IMG они готовы меня взять. Потому что если вдруг зайдет разговор про Нью-Йорк, и если вдруг мы поймем, что они заинтересованы взять нас в Нью-Йорке, то тогда, наверное, мы пойдем с IMG. Если они не заинтересованы брать нас в Нью-Йорке, наверное, все-таки я пойду с NEX. NEX это тоже ведущее агентство мира. Но просто учитывая то, как они были возбуждены тем, что я хочу к ним пойти, и вообще я пришла к ним на кастинг, это, конечно, другой совершенно был уровень. Потому что в IMG было очень профессиональное приветствие. И плюс я встретила только скаута. Я не встретила ни одного агента. И, соответственно, я не знаю, какая у агентов на меня будет реакция. И, может быть, они меня возьмут так, знаете, типа постольку-поскольку. То есть это, конечно, всегда не круто, а всегда круче, когда тебя берут с желанием, с хотением, с большим энтузиазмом, тогда, конечно же, это очень классно. Так что, друзья, едем сейчас на интервью с этой девочкой. И скоро выйдет с ней интервью, так что ждите. Я обязательно, конечно же, покажу вам, кто это, что это. И вы все узнаете. Так что целую вас, друзья. Что, ребят, привет! Как дела? Расскажи, расскажи, кто ты, что ты, зачем и почему. Я что вообще здесь делаю? Да, Юль, спасибо большое, что ты приехала. У нас сейчас будет интервью, как видишь, у нас вот. Сэрап. Надеюсь, ты подготовила там. Интересные темы. Интересные истории. Ну, так себе, так себе. Слушай, на самом деле, у меня просто вся жизнь интересная, понимаешь? Вся моя жизнь просто. Это красочное сборище, акварель, понимаешь? Да не, на самом деле, это Элина. Я думаю, ребята, вы все ее знаете. Слушайте, полмиллиона подписчиков на Инстаграме, и полмиллиона на Ютьюбе. Я думаю, ее все знают. Я, кстати, знаешь, как я тебя нашла? Я была беременная. И когда ты беременна, тебе обычно нечего делать. Ну, как ты же понимаешь, да? Просто ты целый день лежишь, потому что тебе плохо, тебя тошнит, ты уже спать не можешь, жить не можешь. И ты как бы начинаешь смотреть всякое... Я поняла, я поняла. Нет, нет, просто ты все начинаешь, все подряд. Все, что Ютьюб тебе предлагает, ты все смотришь. Мне просто делать нечего, был такой период. Ну, я, на самом деле, Ютьюб вот начала смотреть только в тот момент, когда я была беременна. До этого я смотрела, может, какие-то там стайлные видео, знаешь, какая-то там... Вот есть Маргарита Муратова, знаешь, она тоже. Как я не знаю, она из Киева. Я Ютьюб, кстати, не смотрела. Это самая известная стилист из Украины. Она очень классная, я ее обожаю, она суперкрутая. У нее канал есть? У нее есть канал, да, она суперпопулярная там в Украине и в России она очень популярная. Я даже не знаю, сколько он. Я думаю, у нее тоже полмиллиона, может, даже больше. И она про стиль, только про стиль. Она там не за какие-то влоги, но тоже про стиль, знаешь. И вот мне всегда было интересно, она очень стиль, и она там рассказывала нам, окей, тренды осени, тренды того. И таким образом, я не знаю, но, наверное, скорее всего, какой-то тренд там, ты, может быть, тоже какого-то фэшн рассказывала, написала внизу хэштег fashion и мне вышло твое видео до рекомендации и после этого я сразу зашла на эту страницу посмотрел все твои влоги тогда когда еще начал смотреть это было когда два года назад где-то у тебя был такой канал непрофессионально то есть это было видно как у меня наш местечковый канал там что-то поснимала до были влоги у вас еще был какой-то стеклянный студа стеклянный стол ты за ним сидела рассказывала всякие вещи и так далее и я вот прям помню этот момент и потом еще помню ты снимала видео рум-тур я практически все твои видео смотрела потом я родила ребенка и ты знаешь когда уже ребенка рожаешь времени нет ни на что и сейчас я иногда у меня когда выходит какой-то видос и я понимаю что мне может быть что интересно особенно когда ты вот это начала вот эту рубрику новую с моделями да типа интервью с моделями и так далее я должна быть там я тоже так недавно открыла свой канал как бы мне туда попасть знаешь типа такого я очень рада что это нашла и что мы даже встретились давай это очень мало да вы должны никогда же общаться дружить приезжайте к нам в чикаго за классно все просто невероятный мир устроен да ты смотришь на кого-то там инстаграме на youtube там встречаешь этих людей потому что я тоже так с блогерами знакомилась я смотрела там опять же блоги руслан и джи да я помню я смотрела мне она нравилась ему через год раз встречаемся и мы подружились а вы с ней сейчас дружите она живет в десяти минут так что а чё ты не у нее не возьмешь интервью как она была модель интервью мне кажется но я не могу совсем брать у нее интервью как модельная потому что она ну все-таки на не совсем модель она больше блогера на фэшн блогер то есть она делала конечно какие-то работы но то есть и она в агентстве числится ну как блогер я думаю я просто я думаю пойти сейчас или в ам джи или в next ам джи ты мировое самое лучшее но у них затеряешь сюда есть ты не джи ходить ты можешь теряться то есть риск а next это второе мировое агентство который является самым лучшим и они они прыгали передо мной типа мы тебя хотим вот прям сейчас вот контракт они при мне написали письмо огромное моему агенту такие все мы еще звоним чтобы она нам тебя отдавал ты думаешь ну я думаю что я с ними пойду я кстати возвращаюсь сюда в январе на месяц с ребенком и с няней будем втроем жить ну что друзья я уже в чикаго уже еду домой уже глубокая ночь на самом деле хотя я села в самолет в лос-анджелесе в четыре часа дня из-за смены времени здесь же глубокая ночь и сейчас я приеду домой быстро что-то перекушу лягу спать и завтра друзья мы летим с вами в мексику ой я уже завлечь хочу потому что мы совсем недавно были по флориде но мы не смогли там не покупаться не насладиться не бассейном не океаном ничем и даже позагораться толком не могли а сейчас мы едем мексику а там вообще жара там должно быть классно тепло и бассейн и все дела так что друзья оставайтесь со мной а нет подождите пожалуйста ставьте лайки пишите внизу что вы думаете про это видео и вообще расскажите мне что вы хотите узнать из моей жизни а то как-то совсем все грустненько становится и пропадает желание что-либо дальше снимать поэтому под подрите меня